МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Ульяновске уже работает тренировочная квартира. Она представляет собой отдельный съемный дом в воплощении в реальность настоящего жилого дома с комнатами, кухней и ванной. В нем могут находиться участники проекта с 9 утра до 5 вечера. Мы выиграли грантовую поддержку и начали реализацию тренировочной квартиры. Это место, это платформа для обучения и тренировки молодых инвалидов основным бытовым навыкам, социально-коммуникативным навыкам и закреплением их, для того, чтобы они стали более самостоятельными, для того, чтобы они смогли планировать свою жизнь и жить самостоятельно либо с поддержкой. По словам методиста-психолога, на территории региона откроются еще две тренировочные квартиры – в Ульяновске и в Новоульяновске. Но это не единственный проект от Ульяновской области, который вышел в финал третьего специального конкурса фонда президентских грантов. Таких победителей 11. Все они социально ориентированы. В их числе проект «Шаг из круга», который будет реализовывать Димитровградская общественная организация инвалидов-опорников преодоления. Он предполагает развитие методов и форм реабилитации людей с тяжелыми хроническими заболеваниями, включая тех, кто перенес коронавирусную инфекцию и страдает от ее последствий. В рамках нашего проекта мы предусмотрели, насколько выйти из этого круга, когда человек оказался в больничной системе, в своем кругу заболевания. И мы в проекте подразумеваем проводить дыхательную гимнастику, проведение тренеров по скандинавской ходьбе, которые тренировки будут ежедневно проходить. На притворение в жизнь инициатив некоммерческих организаций региона федеральным центром будет выделено порядка 14,5 миллионов рублей. Реализация проектов начнется в регионе уже в сентябре. В колонном зале правительства Ульяновской области состоялась встреча губернатора Сергея Морозова с победителями и участниками федерального конкурса. Отрадно не скрою, что проекты нашей области всегда отличаются высочайшим уровнем подготовленности. Вот у меня справочка лежит. Меньше, чем за пять лет количество заявок и победителей выросло почти, вдумайтесь, в шесть раз. Глава региона вручил сертификаты представителям общественных организаций, впервые принявших участие в конкурсе фонда президентских грантов, а также впервые получивших поддержку в областном конкурсе. Ирина Антонова, Владимир Куликов, Новости Улправда ТВ.